здравствуйте в эфире петроградские параллели с вами федор грибков сегодня мы гуляем по колпинской улице начиная наш маршрут со стороны колпинского переулка на котором мы сейчас с вами находимся позади меня доходный дом василия чулкова построенный по проекту звезды фоновой застройки петербурга в частности петроградской стороны петра николаевича батуева который во времена модерна выпускал журнал домовладелец а сам жил на большой дворянской улице это улица куйбышева сейчас перед нами декоративный пример модерна с характерными эркерами лепным декором с флористическими узорами ну и конечно башни в центре внимания давайте посмотрим что внутри блин там реклама ирана я хочу чаще мы продолжим в доме достаточно большое число парадных лестниц вот со стороны колпинской улице тоже есть парадная по планировке все парадные дома немножко разные но абсолютно идентичные по декору в данном случае мы видим как и в других парадных оригинальные двери с органикой декора внутри которых вместо вот этой фанеры конечно были витражи вполне совпадающие со стилистикой фасада декоративные элементы парадного вестибюля ну и здесь вот согласно плану участка парадная приобретает асимметричный характер по отношению главной лестнице забавно что ко всему прочему каждая парадная еще и выкрашена в разный цвет это в зеленый соседние синий другая еще в желтый цвет покрашена понятно что изначально такой расцветки не было то есть все было как обычно белого цвета так что хорошо бы конечно отмыть и очистить а вот этот вот лепной фриз который начинается в вестибюле такой вот характерный выставочный для декоративного модерна он повторяется вплоть до последнего этажа повторяя лестничный марш мы продолжаем гулять по колпинской улице перед нами эклектика эпохи модерна дом 1903 года принадлежавший двум домовладельцам еленой и морозову хотя помимо эклектики есть конечно некоторые черты модерна которые связаны опять-таки с флористическими линиями знакомыми нам по предыдущему примеру ну и в интерьерах должна быть очень интересная планировка честно говоря давно не проверял вот давайте проверим вместе а потом будем снимать мой дом вот он пойдем сюда покажу посмотрим ой тут плитка есть да как плитка ой тут еще вот чего есть господи иисусе вижу таракота или керамика а значит это было а значит была керамическая печь дали палача ты со вспышечкой с ними со вспышечкой небольшое спасибо а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, это мы с вами совершенно случайно сейчас попали в открывающуюся дверь дома 20Б по Колпинской. Ну а теперь возвращаемся к нашим планировочным решениям дома Елены и Морозова. А не работает. Нет. По всей видимости, интересные планировочные решения в соседней парадной. Я точно видел, что там такие же ограждения, такие же квартирные двери, но надо будет ломиться в соседнюю. Потому что здесь планировка традиционная. Нет. Ничего не меняется. Вот здесь уже другое дело. Ограждение такое же, а планировка другая. Это вообще бомба. Это надо доверху идти. Хоть клип здесь снимай. Субтитры создавал DimaTorzok По-моему, у нас по протяженности сегодня самая маленькая прогулка. То есть все дома располагаются в радиусе 20 метров друг от друга. Вернее, вообще 4 подряд. Два по четной, два по нечетной. И вот Колпинская 23-25 замыкает наш сегодняшний маршрут. Дом опять-таки в духе флористического модерна. Сверху есть подсказка, когда здание построено в 1912 году. Можно даже никуда не лазать. Перед нами живой исторический факт. Хотя для 1912 года такая архитектура смотрится уже как пережиток прошлого. Тем не менее, вот появляется такое интересное сооружение, построенное по проекту Иосифа Ивановича Деми Кенни. С этим автором мы уже сталкивались с вами на улице Полозова. И как жаль, что у нас в стране нет реституции, потому что, как египетский дом на Зверинской, это здание принадлежало моему двоюродному прапрадеду, малярному подрядчику Михаилу Ивановичу Грибкову. Давайте к нему и зайдем в гости. Субтитры создавал DimaTorzok Пустите меня в присутствие. Да, конечно, поду... Да все. Несмотря на флористические традиции, присутствующие на фасадах этого дома 1912 года, внутри мы вновь видим обращение классики, классические пилястры, то есть ордерная система розетки, которые венчают потолок парадного вестибюля. То есть, опять-таки, интерьер и экстерьер не очень-то друг с другом сочетаются. Ну, так часто бывает, когда дом принадлежал малярному подрядчику, он всегда что-то свое привносит. Сегодня вообще был какой-то удивительный съемочный день, когда все пускали, и никто не задавал ни одного вопроса. Сохраним, во всяком случае, попытаемся сохранить эту традицию в дальнейших выпусках. Спасибо за просмотр, делайте лайки, ставьте репосты, до свидания. Не оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.